Всем привет! Сегодня у нас кутинитель сход всех в субботы, короче говоря всем-всем привет наконец-то выходной день когда большинство может выйти со мной в прямой кирч и болтать ну я же не на улице Дмитрий у меня спрашивает холодно ли мне нет, мне не холодно привет, привет привет все присоединившиеся к моему эфиру Миша тоже привет Тигр тоже привет всем-всем привет но я не на улице я в помещении поэтому мне не холодно да и в принципе сегодня погода огонь я даже немножко прогулялась вчера немножко тусанула сегодня немножко прогулялась сейчас немножко поработаю перед работой решила выйти в эфир с вами поболтать короче говоря все идет полным ходом нос чешется я вроде вчера пила да, вчера пила несмотря на милое личико алкоголичик Ольга, привет Тигр пишет что мои любимые голубые глазки да а вторые глазки вы все можете увидеть на моем бусте поэтому подписывайтесь кто не знает как подписаться на бусте пишите мне в личку и я вам скину ссылочку на свою крэйзи группу поэтому как бы да там мои глазки вот эти вот глазки в доступе что на бусте что в крэйзи группе глазки без цензуры Миша спрашивает у меня урок танцев да я только уроки танцев преподаю другие уроки я не преподаю пока что не чувствую необходимости в этом всем привет кто только что присоединился бесстыжие глазки скорее замученные я натанцевалась конечно надо теперь отсыпаться такие дела танцор диска я про другие глазки ну я понимаю что все глазки у меня короче у меня везде глаза вот блин рука уже устала держать телефон еще со времен карантина я считаю что мне нужен человек который будет держать телефон когда я буду вести прямой эфир так и не нашла так Миша пишет вот что уже представил как бы ты давала урок палеоклиматологии ребята раньше было жарко так народ и науку полюбит ну да было жарко вы что какие-то такие все холодные ребята давайте даму жару жара на моем бусте поэтому подписывайтесь кто подпишется и напишет мне ну кстати на этой неделе действует вы кто уже даже на бусте подписался можете мне написать я для вас на днях сниму видос короче кто подписался или кстати говоря могу ответить на любые вопросы которые вас интересуют в личку если вы подпишетесь на мои каналы то есть на бусте или на крэйзи группу тигр пишет что я кайфовая конфетка да кайфовая очень кайфовая все-таки все-таки рука устает держать телефон ссылка ссылка на мой бусте будет сверху над эфиром кстати говорю поэтому welcome welcome так миша пишет что у него что у него что-то со связью может отвалиться так а остальные что мне скажут связь нормальная или нет или вдруг у меня тупит связь тиграмурик пишет какие какие у нее каналы жаркие и классные связь супер спасибо тиграмурик за обратную связь виль ну напиши мне в личку и мы с тобой обсудим этот вопрос виль анварович потому что как бы это пиши в личку и я расскажу тебе как попасть но я тебе уже рассказала поэтому тебе нужно выполнить условия для того чтобы попасть в мои жаркие каналы кстати я могла бы ввести прогноз погоды рассказывать вам о том как на улице жарко или холодно как извергается вулкан кстати тигр откуда ты знаешь что они жаркие если ты там не был или ты был инкогнито я не заметила на моих каналах откуда у тебя информация что мои каналы жаркие признавайся давай расскажи нам секрет твоих дальновидных взглядов что я несу тигр тигр стесняшка и притворяшка еще кстати говорю притворяшка тигр 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 пишет о себе, то, что не зря его называют Тигр Прескромный. Я тоже очень скромная девушка, очень. Уровень моей скромности на моих каналах вы можете оценить. Когда устаешь, то глаза такие в кучу. Лумите ли? Как будто нет. Миша пишет, ну ты правда похожа на Тургеневскую такую девушку. Девочка Баунти, пишет Тигр. Я, кстати, сегодня с утра ела батончик. Кстати говоря, батончик не Баунти, но кокосовый. Он такой, знаете, типа для тех, кто следит за фигурой, короче, ела батончик. Не просто Баунти, а вот для фигуры. Но я не специально его взяла, потому что что я оправдываюсь? То есть Баунти слишком сладкий на сегодня. Я вчера выпила достаточно вина сладкого, и типа а этот батончик кокосовый, он был такой нейтральный, поэтому я его взяла. Редко жру сладкое, но метко. Мне нравится что-то такое, знаете, не совсем сладкое, недосладкое. Ой, я выкинула, Миш, эту упаковочку. Я у Азбуки Вкуса ее брала. Там, в отделе пирожных, я его взяла. Слушай, ну от него, мне кажется, ну это такой обман на самом деле, маркетинг. Мне кажется, люди в большинстве случаев нуждаются даже не в том, чтобы сбросить вес, а в том, чтобы свое здоровье привести в норму. Я сама этой темой давно уже занимаюсь, и все искала метод, как себя вылечить. А потом поняла, что мне уже при... Как это сказать? Я уже себя чувствую лучше и привожу себя в то состояние, в котором я раньше когда-то пребывала, и хотела бы продолжать пребывать и еще лучше-лучше. Короче, у меня вода начала уходить. Ну то есть, у меня раньше лимфа херово работала. Сейчас я с этой темой занимаюсь, и мне лимфу налаживать пытаются. Вот. Так что просто меньше кушай, меньше сладкого. Хотя, если хочется, хотя я не знаю, если ты в день торт съедаешь, то, конечно, лучше не съедать в день торт. Лучше такой маленький кусочек, и это никак не повлияет на здоровье. Но если жрать каждый день огромный торт, то, конечно, повлияет. поэтому... Так. Ну, организму нужно все. И сахар, и соль. Но все по чуть-чуть. Тигр пишет, сними видос, как ты ешь большой шоколадный батончик. Думаю, будет топ. Ну, кстати, да. Ну, кстати, да. Блин. Кстати, да, хорошая идея. О, да я на минералке овощах сижу, даже хлеб не ем почти, а вес особо не уходит. А потому что это вода. Лимфы просто плохо работают. Либо тебе... Ну, я нашла специалиста, ну, как бы... Ну, я его очень долго искала, который улучшил мое состояние. Что я тебе могу посоветовать? Какое-нибудь такое кардио, но не, типа, знаешь, там, прыгать, скакать, и чтобы сердце выскочило, или на асфальту бегать в кроссах, тоже позвоночник нахер уйдет. Либо прогулки таким медленным шагом на такие, ну, длинные расстояния, что я могу посоветовать, на свежем воздухе. Сейчас, кстати, актуально будет, погода налаживается. Либо же вело. Ну, кстати, вело, наверное, тоже можно, хотя колени можно убить тоже. Ну, если идти в фитнес, то к фитнес-тренеру не советую. Они все чаще всего какие-то шарлатаны и занимаются, наоборот, тем, чтобы людей это травмировать. У меня уже сколько учениц, которые травмированы и оказались либо физически, либо психологически этими. про всех не хочу сказать, но большинство не обладают теми навыками, которые нужны фитнес-тренеру. Вот. Поэтому что тебе советуешь? Прогулки на свежем воздухе на желательно такие расстояния, чтобы ты и не убивался, и, ну, кайфовал, короче, от прогулки. Или же, если погода вообще плохая, можно в фитнес-клуб пойти, но на какую-нибудь дорожку беговую, но настроить не вот этот вот, знаешь, как тебе сказать, бег ненормальный или ходьбу быстро ненормальный, а медленную. Чем медленнее мы делаем что-то, тем лучше для нашего организма. Тигр пишет, единственное, в чем люди нуждаются и чем по-настоящему занимаются, это самообман. Конфетка камень не в твой огород. Вообще, да, люди занимаются самообманом и не пытаются вылечиться, например. Вот. Я не ел конфеты и сахар с осени. Бедный сочувствуй. Съешь сегодня конфетку умеешь, ты чё? Тигр пишет, я за месяц на 15 кг похудел как-то. Ну, Тигр, у всех еще разная генетика, то есть, например, я предрасположена к тому, чтобы быть пухляшом. Кто-то может жрать в миллион раз больше меня и оставаться при этом очень худенькими. Тут все индивидуально. Терапевт Миша сказал физически увеличить, ну, не так, чтобы увеличить штанги, таскать или бегать как ненормально, чтобы сердце выскочило, а просто прогулки либо легкий шаг на беговой дорожке. Иначе, если ты будешь заниматься каким-то этим насилием над своим телом, тебе потом придется лечить спину и все остальное, а нахер тебе это надо, ну, как бы, лучше все постепенно. Тигр пишет, что генетика, стресс, пост 60 дней, вот весь рецепт. ну, слушай, ты занимаешься, тигр, убийством своего организма. Это нехороший метод для того, чтобы приводить фигуру в норму. Лучше прокайфовать 60 дней и поправиться чуть-чуть, чем быть в полном каком-то стрессе и похудеть. то есть по мне психика все-таки важнее и внутреннее состояние, чем наша физиология все-таки, да. Как бы это банально не звучало, но это так. Жизнь убивает, а тигр выживал. Да. И все, что не убивает, то делает нас сильнее. Конечно, это вред, но как бы будем верить. в сказке. Миш пишет, сейчас вспомнил про пышность, это больше мест для поцелуев. Ой, ну не знаю, вот лично, когда у меня лимфа вообще не работала, я не могла надеть обувь. То есть, у меня одна нога так опухала, что как бы ну не влазила в обувь. То есть, одна нога влазит, другая не влазит. Это настолько страшно, когда ты такой, как воздушный шар просто надуваешься, а потом, слава богу, сдуваешь. Но все равно, если лимфа херов работает, это, конечно, тебя не спасет ничего. Тигр Амурик говорит, что делает нас сильнее, не сказки проверено лично. Ой, не знаю, брекеты меня сделали только слабее. Ну вот, ну то есть, я имею ввиду, что, естественно, это хорошо повлияло на мое в целом состояние на данный момент. Но, если бы мне дали ну то есть, челюсть такую, что она как бы не нуждается в брекетах, и зубы дали бы, которые не нуждаются в брекетах. В принципе, организм бы дали, который бы не нуждался в брекетах. Я бы их, ну то есть, то есть, я бы их не надела. Короче, ну они убили много во мне здоровья для того, чтобы я чуть легче прожила жизнь, которая мне еще осталась. Звучит, знаете, как тут, как вам сказать, так старчески звучит то, что мне осталось. Тигр пишет, дистанция мазохизма брекетами очень длинная по времени. Конечно, ослабла. Слушай, мне скоро стукнет тридцатник. Зубы начали мне жизнь портить в 24 года. С момента, ну, в 24 мне начали расти зубы мудрости. И с того дня я потеряла покой. И каждый месяц, начиная с 24 лет, я хожу по стоматологам. А если же я, допустим, ну, да, у меня даже не было перерыва. Вот для меня стоматология это уже, знаете, как этот, я не знаю, как, куда сходить, в пятерочку. Я, наверное, кстати, говорю, в какой-нибудь пятерочке. И дикси реже бывает, чем у стоматологов. Просто не на что жрать. Ладно, я шучу. Благодаря тому, что вы все подписываетесь на мой бусте, я могу себе позволить жить пока что и сидеть с вами общаться. Так, Миша пишет, что, Тигр пишет, что я умна и красива, все в тебе шикарно. Спасибо. Миша пишет, человеческое тело полный хлам на самом деле по сравнению с другими зверями. Но зато у людей дамы красивее. Ну, ты знаешь, по мне так кошечки красивее. Я обожаю кошек. По мне так нет ни одной дамы, которая превзошла внешность какой-нибудь сиамской кошки или кота. Вот. пишет Тигр Амурик, давай не тебе тридцатник стукнет, а мы стукнем тридцатнику. Да. Знаете, мне нужно еще станцевать под сектор газа. Мне сегодня 30 лет. Хорошая идея, кстати, надо станцевать. Я уже танцевала как-то под сектор газа в одном из клубов под живое исполнение группы сектор газа. Где-то даже видос валялся. Ой, славные были времена. Ой, я не могу. Тигр и красивая конфетка. Ой, тигр. Да, тигра Мурик. Это был, что ли, в баре было и времена, что ли? Нет, это был другой бар, не было и времена. Другой бар, не помню, как называется. Это было где-то в центре Москвы, хотя было и времена тоже, недалеко от центра. Может, Таганка. Название бара, честно, не помню, но помню, что это было что-то вот типа Таганки или что-то в этом вроде. Но, скорее всего, бар уже закрыт, потому что он тогда уже был в состоянии не таком притягательном, как хотелось бы. Так. Еще несколько минут, и моя ученица придет, чтобы я ей провела урок. Виль, ну я тебе в личку написала, что нужно сделать. Пришли мне то, что я тебе написала в личку, и я тебе скину ссылку, где много моих фоточек и видео. Ну, естественно, не тех, которые, в общем, доступят, а те, которые именно, ну вы понимаете, о чем я максимально откровенные. так что, Виль, жду. Просто мне никаких оповещений не пришло. Как придет, я, ну, напиши в личку, ну ты мне уже написал, я тебе написала, какие условия нужно выполнить. Вопрос, ты их выполнил, Виль, или нет? Так, Миш пишет, да ладно, после 30 тут не страшно, с одной стороны ты вроде такой юнец, а с другой, о, сковородочка по акции. Ой, тот момент, когда мне даже сковородочки не нужны. Хорошо, Виль, спасибо, буду ждать от тебя обратной связи для того, чтобы скинуть тебе ссылку на группу Крейзи. И все те, кто хочет попасть в мою Крейзи группу, пишите, я расскажу, как туда можно попасть. Короче, я тут человек, который даже сковородочки, какие сковородочки, блин, мне даже за йогуртом, блин, зайти в этот магазин, знаете, в это, не то что, ну да, лень, лень. Я, кстати, последнее время подсела на этот питьевой, типа, там написано какие-то витамины, такой маленький, что-то как-то. Но он мне нравится, что он не сладкий, такой нейтральный. Есть прям йогурт, и жрешь один сахар. Там нормальный, как-то называется, на забыла. Кстати, откуда ты знаешь Тигра Морик? Тигр пишет, что я как... А я, кстати, не знаю, можно ли его фамилию произносить, но я просто без фамилии скажу конфеткам, как... Угу. Фамилия, как моя, начинается на букву С. Ты ей пишешь, а она дает тебе ссылочку. Да. Все именно так. Кстати, говоря Тигра Морик, я вот недавно ела не крабовые палочки, а крабовое мясо. Я захожу в магазин, смотрю, что бы взять. Мясо что-то не тянет. Рыба тоже надоела. И я стою такая, блин, чего бы съесть? А еще магазин, ну такой, знаете, немного выбора. Я такая, ладно, возьму крабовое мясо. И Тигра Морик прям попала в точку. с крабовым мясом. И я сидела на палочках пару дней. Звучит, да? Как-то заманчиво. Я сидела на палочках пару дней. На китайских палочках. Ладно, пойду немножко передохну перед уроком. Вот, желаю вам всем хороших выходных. Тигра Морик написал еще одно сообщение, я его зачитаю в завершении к эфиру. Как-нибудь расскажу, как на моих глазах крабы в аквариуме гребешка тысяч на десять съели. Ну, кому-то обидно стало. Кто-то десять косарей потерял. Вот. А могли бы крабов отвлечь моими страничками на бусте и в крэйзи группе? И тогда бы крабов гребешка точно не съели. Они бы засмотрелись на мои фото и видео в этих группах. Так, поэтому польза моих групп бесценно. Вот. всем владелец магазина не обеднеет. Написал Тигр и Мурик. Возможно. Мы же не знаем, в плюс или в минус работает владелец магазина. Все так в этом мире неоднозначно. Ведь согласитесь, некоторые люди живут для иллюзий. но опять не будем выдаваться метро. До встречи, хорошенькая. До встречи, Виль. И все, кто присоединился. Ладно, всем пока, всех целую. пока.